Впервые за 30 лет в областной детской клинической больнице проводится капитальный ремонт. В приемном отделении работы начались летом прошлого года, а в хирургическом приступили в январе. По словам главного врача, ремонт приемного должен завершиться в мае, а в хирургии в июне. Главное, чтобы подряд на организацию уложилась в сроки. Там проводилась замена водоснабжения, электричества, канализации, вентиляции, пожарной сигнализации. Мы делали перепланировки помещений по приемному отделению, опять же, с целью разделения потоков пациентов, чтобы экстренные пациенты не пересекались с плановыми, то есть теперь будет два разных входа. Ремонтируется один из блоков хирургического отделения. Уже заменены инженерные сети. Перепланировку решили не делать. Помещение и так соответствует нормативам. Глава региона проверил, как продвигаются работы на столь важном объекте. В этой больнице получают помощь около 15 тысяч маленьких пациентов в год. На ремонт учреждения выделено более 93 миллионов рублей. Далее в региональном Минздраве подвели итоги работы сферы здравоохранения за 2023 год. По итогам 2023 года спасено более чем на полторы тысячи человек больше в сравнении с годом ранее. Умерших за 2023 год составило 16 506 человек. Это минимальная смертность за последние 10 лет. И об этом сказал Алексей Юрьевич. Одновременно необходимо заметить, что уровень смертности в регионе на протяжении многих лет был высоким. Несмотря на то, что удалось снизить уровень смертности на 7%, осталось достаточно нерешенных вопросов. Первое. Дальнейшие развития системы диспансеризации и профилактики. Очень важно не только сохранить имеющиеся в виде нажатия, такие как повышение выявляемости онкологических заболеваний и выживаемости пациентов. Важно двигаться вперед. Сегодня мы видим, что помимо сохранения традиционной диспансеризации работающих граждан и пожилого населения, нам требуется более адресный и более точный подход. Также в диспансеризации надо привлекать население репродуктивного возраста. В Минздраве не только обсудили насущные проблемы, но и не забыли наградить почетными грамотами выдающихся работников отрасли. Эльвира Хайриединова более 30 лет работает медсестрой в поликлинике номер 4. Каждый день Эльвира делает процедуры, заботится о пациентах. Она вместе с супругом врачом-неврологом воспитала нового представителя медицинской династии. Их сын связал судьбу с профессией врача-реаниматолога-анестезиолога. Моя семья ранее не была медицинских работников. И вот 30 лет назад, когда я пошла учиться в медучилище, закончила, встретила мужа своего. Уже год, когда он был врачом, дети у меня родились. И вот сейчас мой сын продолжатель нашей династии, врачебной династии моего мужа. Напомним, благодаря нацпроекту здравоохранения большинство детских поликлиник региона удалось привести в достойное состояние и дооснастись современным медицинским оборудованием. Важнейшая задача нацпроекта – рождение здорового поколения, повышение продолжительности жизни, а также создание современной инфраструктуры для оказания медпомощи. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.